Арсен Гетинов, призер Олимпийских игр, один из тренеров дагестанской команды. Мы уже Арипа Ибрагимова чуть-чуть так вот прощупали. Расскажи, пожалуйста, вот об атмосфере подготовки. Многие иностранцы мечтают попасть в Дагестан именно на сборы, тренироваться. Вот что у вас такого особенного? Ну, наверное, первое, что это гостеприимство нашей республики, которое наславится вообще в Кавказе. И вообще в России гостеприимство любят приезжать иностранцы, проводить у нас соревнования. Ну, а у нас очень много спортсменов, именитых спортсменов, которые есть парень-спартнер. И можно посмотреть не только на ковры, а и поездить в горы, подняться, есть красивые места, на море. И можно в одну все это охватить и подняться. Я знаю, что вот у вас частый гость, вот этот кубинец, который борется за Италию в 74. Не опасно ли, вы приглашаете к себе звезд первой величины, а борьба такой вид спорта, что здесь важно чувствовать соперника. Не опасаетесь, что вот такие ребята приезжают к вам? Нет, мы наоборот, они уже давно к нам ездят. У нас же не просто такое, что борцовская семья, это отдельная история. И всегда готовы помочь. У нас 5 минут на ковре, после ковра мы все обнимаемся и дружим почти все семьями. Так что опасного ничего нету. И наоборот, пускай проезжают, мы с удовольствием примемся. И единоборство у нас, и ММА любят бойцы сами проводить совместные там тренировки. В этом плане очень мы только рады. Скажи, пожалуйста, ты вот участвовал в Олимпийских играх, а сейчас так сложилось, что перенесли Олимпиаду, это вообще уникальное явление в истории. Как спортсмены лично вас приняли? Кто-то переживал или так ровно все? Вы знаете, кто был первым номером, в принципе, он уже, почти 70% команды была уже по чемпионату мира готова, уже отобрана национальную команду, олимпийскую команду. Но кому-то сейчас... У вас это тройка, по-моему, да, вот ребят? Да, некоторые из себя были неопределенные, а сейчас у кого-то появился шанс дополнительный. То есть там кому-то, кажется, фартануло, а кому-то придется опять доказывать, что он сильнейший лидер в этой миссии. А так, конечно, морально очень тяжело, потому что готовится, периоды сборы проходят, все подгоняют в свою форму именно к Олимпийским играм. Все равно чуть подкосило, и увидите сейчас, как ребята борются. Это соревнование, почти первое соревнование, которое у нас провели после Оригинского, Европы. И не в форме ребята видно, что тоже перенесли Россию. Будет Россия, не будет Россия. Также все турниры, и такой полная форма ребята борются. Ну, чувствительно, да, для ребят. И морально, и психологически. Ну, сейчас уже привыкли. Хорошо, что всех увидели. Приехали соскучились по другу, пообщаться, поговорить не только о борьбе, а о семье. В связи с тем, что в определенных условиях проходит чемпионат России, как ты считаешь, что ограничили допуск 16 сильнейших, по сути дела, среди которых лидеры сборной и молодежь. Это интересный подход, или это подход, вызванный, конечно, условиями, и можно ли об этом в перспективе думать так? Ну, это, в первую очередь, конечно, условиями вызвано, что это ограничение у нас в каждой весовой категории. Но я лично думаю, и многие интернеры пообщались, да, вот, хорошо, что было бы, что там 16 участников, финальная часть России, и так мы проходим очень большой обрыв по регионам. И я думаю, что 16, по мне, это лучше всего. Если человек там 20, 30 человек, если не попадает 16 человек, им что делать на чемпионате России? Тем более, если при Олимпийский год, чемпионат России, то тем более нужно проводить так. Вот, посмотрим, сейчас все будет, как организаторы, как наша федерация обратит на это внимание. Вот по утренней части, три веса сегодня. Какая схватка, на твой взгляд, самая интересная получилась? И почему? Ну, сейчас так тяжело, спорим, приходится здесь, одна за другим идет схватка. Была хорошая схватка, где попалась и Дрисова, и Тускаева. Очень динамичная, очень прямая, не стояли. И вот эта схватка мне понравилась. И что не хватило Дрисову? Ну, ошибся, пару ошибок сделал, где должен был брать баллы, он сам проиграл в этом плане. Но Тускаев показал, что он проигрывает, по таким большим разницам, он догнал и сошлом. Ну, будет доказывать в финале 57. Вообще 57 килограмм, это как и утреннюю программу, мне больше всего понравилось. Там, в общем, чемпион России, чемпион Европы, то есть... Чемпион мира двукратный. Двукратный, да. То есть вот схватки. Мы их давно не видели, просто соскучились. Просто, к сожалению, хотелось бы просто сесть, как зритель, посмотреть это, такие схватки. А вес 65, там, в общем, тоже серьезная команда. Олимпийский чемпион вы выбыл. Ну, да, это... Тут ничего удивительного нету, в принципе, подготовки. Да, я уже и возраст, и много пропустил. Но молодец, что боролся. Украсил, как говорится, этот турнир. 65, очень хорошие схватки, да. Двукратный чемпион мира боится, там призер Европы, чемпион мира еще один. Не слишком ли аккуратен Рашидов в своих схватках? Вот он очень прям, чрезмерно, скажем, на мой взгляд, как зрителя. Мне-то хочется яркой борьбы, на ваш взгляд. Да, он вообще сам, по-моему, очень яркий борец. Он может в любой ситуации бороться. Это вот заметили многие специалисты. Вот, включая, вы уже специалисты, уже сколько лет в борцовской стиле находится, даже видно. Первую схватку он, видать, предварительно не боролся, вторую с ним соперник не вышел, он не сделал вес. И вот, получается, первую схватку, когда уже другие третью бороются, он не разогрелся еще как-то. Ну, потихоньку, я думаю, наберет. В один день проходит турнир. На что влияет и как это сказалось на ребятах? Наоборот, ребята все рады, специалисты рады. Вообще, что единственное, если бы сделали вечером взвешивание, на следующий день целый день борьба, или ты с медалей, или ты без медалей, как раньше, это было бы идеальное условие. Так, два дня бороться, и даже нам, тренерам, и всем целый день борются один, а следующий день ты приходишь, смотрят совсем другие. А вот когда сидишь, общаешься, дискуссируешь, вспоминаешь схватки, интересно бывает. Ну, забывается уже, там идет другая волна, другие весовые категории. Ну, один день это было бы замечательно. Вот видите, очень-очень хорошо. И ребята два дня. Помню время, когда еще три дня боролись. Мы потихоньку от этого уходили, уходили, были все идеально. Ну, опять, утром тоже взвешивание почему-то. Вроде бы неплохо утреннее взвешивание, но все равно они не успевают вернуться в гостиницу, просто позатокать, опять. Они физически не успевают. Или нужно как-то делать, чтобы взвешивание проходило в гостинице, там же питались, и рядом, чтобы был зал, там, пешей доступности. В этом плане здесь хорошо, что гостиница рядом, и рядом с залом. Ну, я тоже за один день соревнований, мне кажется, просто это сделано, чтобы не гоняли больше 10 килограммов и так далее. Нет, уже давно не гоняют по 10 килограммов. У меня в команде гоняют 5 килограммов всего лишь. Они все равно будут гонять. Гоняли, помните, когда каждый день было взвешивание, три дня было взвешивание. По 10 гоняли. И боролись по три периода. Последний вопрос хочу задать. Ребята гонят от себя мысль, что вот в связи с этими ковидами и так далее, Токио может вообще не состояться? Ну, мы готовимся на ближайшие соревнования, готовимся на чемпионат России. Завтра будем готовиться на чемпионат мира. Мы еще не знаем, там, 5 ноября, вроде бы они опять определяются с проведением, будут проводиться или нет. Как бы Европа тоже потихоньку опять закрывается, все опять пошло на ужестание. Ну, будем готовиться на ближайшие соревнования. Как у нас говорится, не готовься на следующего соперника, который у тебя сейчас предстоит. Так бывало, что ты готовишься на другого соперника, который должен у тебя через схватку быть. Ты проигрываешь, потому что мы будем настраиваться на ближайшие соревнования. Субтитры создавал DimaTorzok